Девушки отдыхают Кто бы мог подумать, что одно решение госнефтекомпании Азербайджана о приобретении ценных бумаг турецкого нефтехимического завода станет столь выгодной сделкой для обеих стран. И инвестиция, сделанная 15 лет назад, откроет новые границы для компании Сокар на турецком рынке и внесет вклад в энергосотрудничество между Азербайджаном и Турцией. Нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан, газопровод Баку-Тбилиси-Рзуром, трубопроводные проекты, ТАНАП и ТАП. Это все плоды совместной деятельности Баку и Анкары в энергетике. Это взаимовыгодное партнерство. Стратегическое расположение Турции дает ей возможность стать энергетическим мостом. К востоку от нее в России, бассейне Каспийского моря и на Ближнем Востоке располагаются чуть больше 70% разведанных мировых запасов газа и нефти. К западу расположены транзитные страны Юго-Восточной Европы, связывающие богатый энергоресурсами регион с крупнейшим мировым энергетическим рынком – Европейским Союзом. Для ЕС Черноморские и Каспийские регионы приобрели новое значение после начала войны в Украине. Фигуры под названием «Альтернатива» и «Диверсификация» побили все остальные фигуры на энергетической шахматной доске. В связи с этим выгодное расположение Турции между производителями энергоресурсов на Востоке и рынками сбыта на Западе привлекло в страну приток азербайджанских инвестиций. Зарубежный промышленный холдинг «Самый большой инвестор в турецкую экономику» – речь идет о Сокар-Тюрке, инвестиция которого приближается к внушительной сумме – порядка 18 миллиардов долларов. Из них 10 миллиардов приходится на полуостров Алиага. Приоритет предприятия – это удовлетворение потребностей на внутреннем, то есть турецком рынке. На рынке Турции за последние 20 лет с ростом экономики возросла потребность в энергоресурсах на 166%. По динамике этого показателя страна находится на втором месте в мире после Китая. В 2021 году потребности Турции в первичных энергоресурсах составили 163 миллиона тонн, а их производство – 47 миллионов тонн. Поэтому стране необходимо обеспечивать собственную энергобезопасность и вместе с тем выполнять функции по диверсификации поставок энергоносителей. Помощь Турции в этом оказывает Сокар-Тюрке, а государство всецело поддерживает деятельность холдинга на своей территории. Свыше 5000 человек здесь работают и ежедневно вносят своим упорным трудом вклад в развитие экономики страны. Благодаря азербайджанским инвестициям полуостров Алиага превратился в индустриальный и логистический центр и приобрел стратегическое значение. Учитывая, что Турция является импортером нефти и газа, это грозит порохе отрицательным сальдо внешнеторгового баланса. Своей деятельностью в Сокар-Тюрке значительно снижает зависимость страны от внешнего рынка. Ежегодно предприятие вносит вклад в размере 1 миллиарда долларов США в дефицит текущего счета Турции. За счет чего Сокар-Тюрке снижает зависимость Турции от внешнего рынка? Сырье для производства нефтепродуктов поступает именно отсюда – Сокар-Терминал, или, как его еще принято называть, Петлем. Это крупный интегрированный порт в Эгейском регионе – ворота Турции. Из-за того, что завод «Стар» расположен на берегу Средиземного моря, нам целесообразно завозить нефть из ближайших регионов. К ним относятся Черноморский регион и Северная и Западная Африка. Периодически, в зависимости от рыночной конъюнктуры, нефть может поставляться и из более отдаленных регионов. Инвестиции в порт составили 400 миллионов долларов. В 2014 году всемирно известный финансовый конгломерат Goldman Sachs оценил стоимость проекта в 1 миллиард долларов и приобрел 30-процентную долю в нем за 300 миллионов долларов. Пропускная способность порта составляет 1,5 миллиона 20-футовых контейнеров. Впоследствии цифра будет доведена до 2,5 миллионов. Сокар-терминалом оказываются и другие услуги. Территория площадью 42 гектара предназначена для хранения контейнеров. В зоне терминала также оборудован 150-метровый причал для генеральных грузов глубиной 10 метров. Наличие порта на территории с другими заводами упрощает работу в разы. Производимые нефтепродукты сразу экспортируются на зарубежные рынки. А, собственно, нефтепереработка происходит на НПЗ «Стар». В чистом виде сырую нефть не используют, необходима переработка. Основные продукты первичной обработки – это бензин и дизель. При дальнейшем процессе в результате нагрева выделяются различные фракции, с которыми, собственно, и работают. В строительство НПЗ «Стар» было вложено около 7 миллиардов долларов. Он является высокотехнологичным заводом, можно сказать, одним из самых передовых в мире. Здесь доступна переработка свыше 20 сортов нефти. Причем по дизайну завода наиболее подходящими для переработки являются тяжелые сорта. А качество переработки настолько высокое, что завод практически не производит вспомогательных продуктов, таких как мазут и битум. НПЗ рассчитан на ежегодное производство 4 миллионов 800 тысяч тонн дизельного топлива, 1 миллиона 600 тысяч тонн реактивного топлива, полутора миллион тонн нафта и одного миллиона тонн реформата. В 2022 году мощность «Стар» достигла 11 миллионов 300 тысяч тонн нефти в год. При том, что стандартная мощность составляет 10 миллионов тонн. Однако при эффективном планировании, высококлассных и инженерных решениях можно производить продукцию сверх мощности завода без каких-либо дополнительных инвестиций. В 2023 году планируется увеличить этот показатель на 700 тысяч баррелей и довести переработку до 12 миллионов тонн нефти в год. В свою очередь, сильнее сократится зависимость от внешних рынков. К примеру, производимое НПЗ «Стар» дизельное топливо покрывает около 25% спроса Турции. Между тем, плановая остановка завода «Стар» в 2024 году позволит увеличить мощность завода на 3%. Это будет плановая остановка, которую проходит каждое подобное предприятие раз в 4 года. Для НПЗ «Стар» это будет первая плановая остановка. Когда в 2024 году завод будет остановлен и на какой именно период, еще не определено, но это может занять от 45 до 60 дней. Планируется провести инспекцию и профилактику оборудования, провести очистку на определенных установках. Вторая цель – увеличить период между последующими плановыми остановками на НПЗ «Стар» от 4 до 5 лет. Это позволит нам ежегодно экономить 40 миллионов долларов. При таком раскладе следующая остановка после 2024 года будет в 2029. Обычно каждые 4 года завод останавливает работу на 2 месяца. Это неизбежные большие потери. Нет производства – нет продаж. Если эти 2 месяца разделить на 4 года, то на каждый год приходится 15 дней простоя завода. Но если поделить на 5 лет, то на каждый год придется около 10 дней простоя. Значение даже этих 5 дней для такой большой компании, как «Стар» очень велико, поскольку удастся сэкономить. Режима экономии удалось добиться еще и за счет интеграции работы «Питким» и «Стар» рефайнеры. В частности, госнефтекомпания сберегла до 40 миллионов долларов. Ежегодно «Стар МПЗ» производят около 1,5 миллиона тонн нафты, что почти полностью покрывает потребности «Питким» сырьем. Кроме того, поступление смеси С5 от «Питким» на «Стар МПЗ» и производство других компонентов на «Стар МПЗ» позволили развивать производство бензина, который «Стар МПЗ» не мог производить вначале. Таким образом, мы без проблем завершили нашу работу по интеграции. И, я думаю, мы даем возможность нашим компаниям получать доход сверх той выгоды, которую они могли бы получать в той интеграции. Как бизнес-подразделение по нефтепереработке и нефтехимии, Сокар Тюркия действует в стратегически важных областях в стране. Поэтому от тандема в их работе зависит многое. Синергию от их интеграции можно проследить в подставке сырья с нефтеперерабатывающего завода нефтехимическому. Тяжелее, чем бензин, но легче керосина нафта, как символ синергии между двумя заводами «Стар» и «Питким». Вся нафта, которая производится на «Стар», поступает в «Питким». Но это лишь малая доля взаимодействия двух заводов. До того, как ввели «Стар», импортировали около двух миллионов тонн нафты кораблями из разных точек мира. А после введения Сокар Тюркия зависимость от внешнего рынка сократилась. Нафту используют в качестве топлива, растворителя, компонента технологических процессов на промышленных предприятиях. Грубо говоря, это жидкость, которую подвергают переработке на катализаторах, очистке от сернистых соединений и другим преобразованиям. Тяжелая нафта нужна для ароматического комплекса. Ее импортируют, но легкая нафта, которая производится на «Старе», является наиболее эффективным сырьем крекинга «Этилена» и полностью покрывает потребности «Питким». Еще одним потенциальным сырьем для нефтехимического завода в рамках Сокар Тюркия мог бы быть реформат, около миллиона тонн которого ежегодно производится на заводе «Стар». Реформат может использоваться в двух отраслях. Во-первых, это ценный компонент бензина, но его Сокар Тюркия не производит. Во-вторых, реформат является ценным сырьем для нефтехимии. Сегодня на турецком рынке нет спроса на этот продукт, и его приходится экспортировать в США, где используют много бензина, а также в азиатские страны. Для использования реформата в Турции и сохранения добавочной стоимости в этой стране Сокар и БиПи реализовывали проект «Меркурий». Вместе страны планировали преобразовывать реформат в так называемые ароматические соединения – бензол, талон и другие. Однако проект был приостановлен, так как БиПи отказалась от своих инвестиций в нефтехимический сектор и вышла из проекта. Рыночные условия на тот момент, а это 2020 год, также оставляли желать лучшего. На данный момент проект «Меркурий» находится на повестке дня, и его планируется реализовывать с другими инвесторами, так как нефтехимия всегда в приоритете. Нефтехимическая отрасль – одна из самых перспективных. На эту продукцию спрос будет всегда, потому что она потребляется и коммерческими предприятиями, и населением. В стратегии Сокар нефтехимия занимает важное место. Топливный сектор претерпел большие изменения, электромобили – тому доказательство. Но глобально до сих пор в мире не изобретен продукт, который бы заменил нефтехимию. Да, есть биополимеры и другие соединения, но все это на первичной стадии. Так, производственная мощность нефтехимического завода «Питкем» составляет 3 миллиона 600 тысяч тонн в год. Здесь производится свыше 60 видов продукции – полиэтилен, пропилен, этилен, гидроген, хлор, химпродукция. Это далеко не предел, ведь цепочка продуктов в нефтехимии, можно сказать, бесконечна. Если раньше Турция импортировала 70-75% необходимой стране химической продукции, то сейчас инвестиции в развитие «Питким» позволили снизить импорт. В области нефтехимии Сокар Тюркия занимает 12% турецкого рынка. Но чтобы полностью покрыть спрос, нужно еще несколько таких «Питкимов», что говорит о возможностях на рынке Турции. Турция – это страна, которая импортирует почти 100% употребляемого газа и 90% нефтепродуктов. В связи с этим я считаю, что газ, который мы импортируем из Азербайджана, а также стар-рафинерия, являются для нас крупнейшими инвестициями в энергобезопасность. На сегодняшний день около 85% турецкого экспорта – это промышленная продукция. А в данной отрасли уже долгие годы применяется политика протекционизма. Это создает определенные риски для нашего экспорта. Что касается энергобезопасности, мы видим проблемы на примере Европы. Война в Украине обрекла европейские страны на дорогой газ. Также ускорилась инфляция. С этой точки зрения Сокар для нас это стопроцентная безопасность. Кроме того, разработка новых месторождений газа усилит геополитическое значение Азербайджана в мире как сырьевой страны. Помимо этого, возрастет и роль Турции – транзитной и хабовой страны. Поступления в турецкую экономику тоже увеличиваются. Так, чистая прибыль Питкем по итогам 2022 года выросла на 1 миллиард турецких лир, и компания получила 6,5 миллиард турецких лир. Аналогично выросли и продажи компании. Если в 2021 году они оценивались в 28 миллиардов 700 миллионов долларов, то в 2022 году достигли 49 миллиардов турецких лир. Компания экспортировала продукцию на 899 миллионов долларов США в 78 стран по всему миру. Цепочку нефтепереработка, нефтехимия, энергетика, логистика, распределение и поставка дополнило участие Сокар-Турки в распределении природного газа. В июне 2019 года важным шагом стало приобретение Бурсагаз, Кайсеригаз, Сокар-Энерджет-Иджарет, Энервис и Мелеников. Тут нужно отметить, что цель Турции – стать четвертой газовой артерией ЕС. Она как раз совпадает с работами по созданию турецкого газового хаба. Сокар будет продолжать политику диверсификации от нефтяных доходов и также будет вкладываться и в зеленую энергетику тоже. На сегодняшний момент мы видим, насколько успешно и полностью удачливый проект Южный газовый коридор. На сегодняшний момент мы видим его даже перспективы на расширение на другие европейские страны. И мы понимаем то, что в перспективе транспортировка зеленой энергетики путем через Турцию в страны Европы, конечно же, нам предвещает хорошие инвестиции и хорошие доходы. Кстати, для повышения энергоэффективности Питкем в рамках Сокар-Тюрки был инициирован проект по возобновляемой энергетике. В 2017 году завершили установку 17 турбин общей мощностью 51 мегаватт. Часть потребления электроэнергии должна удовлетворяться за счет ВИЕ. По плану, благодаря этому проекту, мощности производства электроэнергии Питкем увеличатся на 22%, а выбросы углекислого газа в атмосферу сократятся на 120 тысяч тонн. Одной из целей Сокар-Тюрки является сокращение выбросов углерода и в целом выбросов в атмосферу до 40% к 2035 году. Сокар-Тюрки является крупнейшим промышленным холдингом Турции и самым большим прямым иностранным инвестором. Общий интерес Азербайджана и Турции, совместное развитие и рост двух стран является, конечно, нашим главным приоритетом. Но дополнение к этим приоритетам изменения и преобразования в способах введения бизнеса с использованием возможностей технологии всегда находится в центре нашего внимания. Инновации и внедрение технологий крайне важны. Период пандемии это доказал. К примеру, когда многие нефтегазовые компании несли потери, Сокар-Тюрки преобразовывал авиационный керосин на старе в дизель, за счет чего предприятия не было в минусе. В целях интеграции технологий в июне 2023 года Сокар-Тюрки и всемирно известная технологическая компания Honeywell подписали протокол о сотрудничестве. Сообща они будут мониторить выбросы углерода и управлять ими, обеспечивать устойчивое производство авиационного топлива с использованием технологии Honeywell и передовую химическую переработку пластиковых отходов. Сокар-Тюрки занимает четверть продаж дизельного топлива на территории Турции. Что касается нефтехимии, это направление остается по-прежнему перспективным. Это показатель того, что инвестиции из Азербайджана в Турцию будут продолжаться. И самое главное, на турецком рынке есть место для азербайджанских компаний. Сотрудничество Баку и Анкары несет важную лепту в энергетическую архитектуру европейского региона. Сотрудничество Баку и Анкар-Тюрки